Чтобы сделать большое количество людей счастливыми, порой достаточно одного человека. Главное понимать, все основывается на взаимопомощи. От села Новосельская Бурлинского района, в котором живет сама от Бетенов, до Барнаула больше 500 километров. Удаленность от краевого центра не препятствует молодому человеку заниматься волонтерством по всему региону. Мужчине 27 лет. У Самата первая группа инвалидности. Диагноз прогрессирующая мышечная дистрофия, что не мешает ему помогать другим. Сегодня тысячи неравнодушных жителей региона вдохновляются Саматом и принимают участие в его акциях. Одна из них дорого внимания. Ее активист придумал два года назад, когда многие не по своей воле оказались изолированными от внешнего мира из-за пандемии. У меня появилась мысль такая, как-то уделить внимание этим людям, потому что бывает такое, что когда люди лежат в больнице, да, там буквально там 10-20 дней и уже хочется домой, а тут это их дом, то есть сложно как-то это все пережить, это все. И внешний мир потихоньку кажется, что отдаляется, они заточены в этом пространстве. И вот такой вот знак извне, что мы о вас помним, да, что вы нужны. Пожилые и люди с инвалидностью, которые по разным причинам остались одни и на постоянной основе живут в пансионатах края, рады простым подаркам – вязаным носочком, шоколадке и даже детским рисунком. У меня вот нет никого, так я очень довольна, что меня кто-то еще поздравил. И смотришь, и погружаешься в тот же возраст, вроде и ты сейчас находишься там, в этом возрасте, с этими детьми. И на душе становится легче. Очень даже рады. Поздравляют, еще не раз поздравляют. Каждый раз, каждый праздник поздравляют. Спасибо им. За нас беспокоятся. Сильно хорошие. И в баню ходить, и носочки, и все это подарили. Все хорошо. Спасибо вам. В прошлом году благодаря акции «Дорого внимания» 5000 человек в нашем регионе получили подарки. Активист сам навещал стариков, приезжал в пансионаты с добровольцами. Мама Самата рассказала, он с детства помогал людям. А так как в школе молодой человек находился на домашнем обучении, Самат, как никто, знает – живое общение бесценно и необходимо каждому. Ну, Самат – человек-сюрприз. Вообще, как я его родила, у него эти сюрпризы нескончаемые. Занимался он с детства, всякие мероприятия организовывал, поэтому я вообще не удивлялась ничему. Я скажу просто коротко, что я родила себе учителя. Так редко, наверное, говорят матери. Но я в самом деле родила для себя учителя прямо с детства. Я только делаю то, что говорит он, я иду за ним. Обычно же идут за родителями, а у меня получилось наоборот. Самат всегда находится в стороне. Впереди идут ребята-волонтеры. А организатор, он где-то невидимый, где-то в сторонке. Но он счастлив от того, что он делает, что приносит людям радость. Каждый тон. Поэтому я горжусь им. Кстати, волонтерством Самат занимается уже 9 лет. Начал сразу после окончания школы. Был активист и художественным руководителем театрального кружка, которым занимался постановкой спектаклей на тему «Дружба народов». После организовывал спортивные мероприятия в своем селе. Первыми были небольшие товарищеские матчи по разным видам спорта. С прошлого года Самату удается проводить крупные межрегиональные соревнования, куда приезжают спортсмены из Новосибирской области и разных районов нашего региона. На этом общественник не планирует останавливаться. Главная у меня задача – это пригласить команды из Республики Казахстан. То есть уже все налажено, уже контакты, есть общение с людьми. Но, к сожалению, пока на финансовой ноте все остановилось именно по организации, район маленький, а разместить спортсменов негде. Но это меня не пугает. Я планирую в будущем все-таки все равно организовать такой турнир. Сейчас активист состоит в молодежном правительстве Алтайского края. Самат признается – это помогает ему в волонтерской работе. Больше людей в регионе из разных районов могут узнать о его акциях. Своим примером он вдохновляет на добрые дела сельскую молодежь и вовлекает ее в свои проекты. Он хороший, он очень помогает светами и по жизни, и просто людям помогает. Мы с ним много акций вместе проводили. У нас была даже акция, когда мы детям-инвалидам раздавали подарки в виде Деда Мороза и Снегурочки по Бурлинскому району. Этот человек вообще вдохновляет всех, не только меня. Он может взбодрить дух, дать хорошие советы. Человек – то, что надо, лидер. Это вообще в своем роде он такой индивидуум. Самат Бетенов убежден – есть много добрых и отзывчивых людей. И стоит думать, что вам никто не поможет. Главное – не бояться попросить помощи. Самат уверяет – все получится, если у тебя слаженная команда. У меня всегда на разных мероприятиях, на конкурсах спрашивают, назовите вашу команду, количество команды. И у меня всегда стоит прочерк, потому что я говорю, что моя команда – это моя семья, мои друзья, мои близкие. То есть все люди, которые открыты ко мне – это моя команда. Это небольшое, неограниченное количество людей.